Конфликт, толкотня и слезоточивый газ в центре Одессы. Националисты сегодня пытались ворваться в гостиницу Бристоль на углу Пушкинска и Бунина, где проходила конференция оппозиционной платформы «За жизнь». Ожидался приезд Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, но на самом мероприятии их так и не увидели. Потасовки вспыхивали несколько раз. Поначалу кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пыталась разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. Горячие головы помяли капот припаркованной машины. Вторая волна накатила уже в конце мероприятия, когда участники выходили на улицу. Полиции удалось разделить противоборствующие стороны и задержать мужчину, распылившего газ. На выходе, очевидно, получили команду, потому что у нас неплохо знает та сторона, не пускать всеми силами. Поэтому предприняли попытку выдавливания и тихонечко баксировали, так, чтобы камеры не снимали. Ну, собственно говоря, вот и все. Просто мы достаточно хорошо этих ребят знаем. Ядро здесь «Зевс» – это понятно. Это и по месту проведения понятно. Ну и плюс, скажем так, далеко не все, даже за серьезное вознаграждение, готовы охранять съезды по блоку. То есть основное ядро «Зевс», ну и плюс вольнонайомные спортсмены по 100 долларов в сутки. То есть, ну, как бы мы же не из вакуума, мы все неплохо знаем. Були спочатку протиправні дії зі сторони тетушок та полиції, коли вони перешкоджали людям пройти по тротуару, не зрозуміло чого. Вони не вспомнили осіб, які знаходились зараз біля дверей, на прохання людей, навіть на написание заяв, чтобы они встановили, что за люди, что вони роблять зараз в Одессе біля готелю. Полиция не реагувала чомусь. Навіть діставали кийки та стояли спиною до тетушок, а обличчям до громадськості, що вказує на те, що вони очікували саме нападу з громадськостю, а тетушками все гаразд. Ну, захищали Медведчука разом з ними. Ну, і почалися сутки, в ході сутки було засовано газ, людина було затримано, зіставлено протокол, так розумію, та відпустили наразі. На самом съезде решались кадрові вопросы. Николай Скорикас, поста исполняючого об'язанності руководителя обл. організації полицилы, перевели на должність глави городської організації. Вместо нього обласне отделення возглавив Вадим Рабинович, которого должны были утвердить кандидатом в мэри Одесы. Но этот вопрос сегодня не обсуждался.